Церковь не осуждала крепостное право Я хочу напомнить, что манифест об освобождении крестьян от зависимости крепостной как раз составлял святитель Филарет Московский, митрополит Московский, известный иерарх и святой человек. То есть он как раз и способствовал освобождению крестьян от крепостной зависимости. Другое дело, что сама церковь — это не политическая структура. Это не какая-то партия, которая борется за свободу трудящихся, которые добиваются каких-то привилегий во временной земной жизни. И сами христиане, сами иерархи церковные, сами священнослужители, они тоже оказываются в разных исторических ситуациях и в разной зависимости. То есть нельзя говорить, что священнослужители в эпоху крепостной зависимости были настолько свободны. Они зачастую тоже зависели от каких-то помещиков, которым было трудно в чем-то возражать. Мы знаем, что в синодальный период Петр I вообще упразднил патриаршество, и этому тоже было трудно как-то возражать. Но церковь все равно существовала в это время. И какие святые тоже, и святитель Тихон Задонский, и преподобный Серафим Саровский, ему не мешала никакая зависимость крепостная. И много других святых, они совершали свое смиренное делание, потому что церковь-то говорит о самой главной свободе. Это свобода от греха, свобода от страстей. И вот когда ты достигаешь такую свободу, то подчас простой крестьянин может оказаться выше царя. И возьмем, допустим, даже если сравнить, скажем, Петр I, который зачастую очень страдал от своих слабостей, и даже он так сокрушался, говорил, что я победил Стрельцов, одолел Софью, она пыталась власть захватить, смог победить Карла. А вот себя самого не могу победить. И Петр I сокрушался из-за того, что он не смог победить самого себя. А вот простой его солдат, который попал во время прудского похода в плен к туркам, и он известен как святой Иоанн Русский, он находился в рабстве, потому что он был у турок в плену и продан одному богатому турку, и вот выполнял все возложенные на него обязанности. Но при этом святой Иоанн Русский достиг внутренней свободы от грехов, и в нем вот эта вот внутренняя свобода, свобода его сердца, она настолько явно проявлялась, что благодать действовала очевидным образом, и чудеса стали совершаться. И даже его хозяин, он проникся уважением к святому Иоанну. Он увидел, что тот не пытается где-то прятаться, что-то воровать, он по совести выполняет возложенные на него работы, и он молится. И вот такая праведная жизнь, она мусульманам свидетельствовала о силе Христовой. И многие даже приходили к нему с просьбами, и по его молитве совершались чудеса. Там именно среди мусульман Господь показывал силу христианской веры. То есть вот это и есть подлинная свобода и подлинное торжество христианской веры, когда при любом государственном строе, при любых политических обстоятельствах ты, самое главное, верен Христу, верен Богу, то есть вечной жизни. И поэтому через тебя Божья благодать действует в нашем земном мире. А те, кто борется за какие-то социальные права, да, это, наверное, нужно. Но это какие-то простые такие земные задачи, а наше дело спасти бессмертную душу. И в то же время хочу напомнить, что в Священном Писании есть одно из посланий апостола Павла. Оно обращено к Филимону. Филимон был богатый человек, от которого сбежал раб Анисим. И вот этот Анисим во время бегства повстречался с апостолом Павлом и стал христианином. И вышло так, что Филимон тоже обратился ко Христу. И выходит так, что там рабовладелец, да, Филимон, он христианин, а здесь беглый раб, его раб Анисим, который тоже христианин. И апостол Павел говорит Анисиму, что да, он должен вернуться, потому что таков вот порядок нашей несовершенной земной жизни, где есть начальники, есть подчиненные, да, есть те, кто стоят сверху, есть те, кто снизу, и они вынуждены слушаться. Вот это вот, да, несовершенство нашего земного пути, но по-другому, к сожалению, никак. И в то же время апостол Павел пишет Филимону и говорит ему, чтобы он принял сбежавшего раба не как уже раба, но выше раба. Брата возлюбленного. Вот здесь уже совершенно новое отношение. Оказывается, для вот этого господина, для Филимона, его раб становится братом, возлюбленным братом во Христе. И на самом деле именно христианство способствовало упразднению рабовладельчества, потому что и хозяева, господа, да, и слуги, подчиненные, все призываются к единому Божию Царство. Все причащаются от одной чаши Христовой, тела и крови Христовой. И Спаситель, Он ведь за всех пролил свою кровь. И самое-то главное, ведь Господь говорил, что да, цари народов и князья господствуют над людьми, но между вами да не будет так. Но тот, кто хочет быть выше, пусть будет всем как слуга и будет последним. Ибо и Сын человеческий пришел не для того, чтобы господствовать, но чтобы послужить и отдать свою душу для искупления многих. То есть Спаситель уже ломает вот это отношение. Ты постарайся все-таки не господствовать, а послужить. Ты постарайся тоже по образу Христа положить свою душу. И, кстати, многие святые, они с принятием веры Христовой освобождали своих рабов. Это мы знаем даже из житий древних мучеников, когда они уже шли на эшафот, они перед этим давали свободу своим рабам. А потихоньку и стали издаваться законы. Император Юстиньян, который был, в общем-то, он и прославлен в лике святых, кстати, Юстиньян великий в VI веке, он уже в своих законах провозглашал свободу рабства, но не так просто все это было осуществить на социальном уровне. И для этого нужны были тоже свои исторические эпохи. А христианство говорит о самой главной свободе. Свободе от греха. Потому что если ты освободился от греха, ты спас свою бессмертную душу. Вот да, Господь нам всем достичь этой подлинной свободы. Субтитры создавал DimaTorzok